Это было показать на меня! Ой, это будет маленький секрет, мои коллеги, как я буду поздравлять свою вторую половинку. А вот сейчас всех телезрителей мужского пола я прошу прильнуть к экранам, потому что, дорогие друзья, мужички, сейчас мы будем раскрывать главный секрет на предстоящее 8 марта. Вот в таком романтичном месте в первые дни весны я нахожусь, но мы привыкли на 8 марта своим дамам дарить просто тюльпанчики. Но давайте отставим их в сторону, и сегодня с великолепным флористом Светланой, с многолетним стажем, мы разберем, как сделать классный, оригинальный, трендовый букетик для своей второй половинки, чтобы она порадовалась, и это не были банальными тюльпанчиками из машины. Правильно, Светлана? Здравствуйте! Доброе утро, в первую очередь. Ну, расскажите, какие ингредиенты должны входить в букет на 8 марта 2019 года? Прежде всего, это должны быть весенние цветы, первоцветы, поскольку все другие цветы, они весь год используются, поэтому сегодня у нас это и устома, и тюльпаны, и замечательные ранункулюсы, даже сирень у нас экзотическая есть, шамелацов. Поэтому букет воздушный, транспарентный, прозрачный, то есть, как весной, все воздушное. А много ли стоит, вот вы сейчас так много перечислили разных компонентов, скажем так, должен он быть сложным вот таким? Нужно много всего в этот букет пытаться засунуть? Или все-таки можно обойтись двумя-тремя разными цветами? Да, конечно. Это может быть букет из одного цвета, но очень интересный. Можно обыграть его упаковкой, поэтому можно три. В общем, все зависит от ваших пожеланий, поэтому любой букет для вас мы соберем, выслушаем, какие предпочтения. От пожеланий и кошелька. От кошелька обязательно. А вот, кстати, вы сказали об упаковке, все привыкли, что, да, если мало цветов или много цветов, взяли пышную упаковку большую какую-то, да, забабахали, и все красиво, все классно. Нужно ли это делать сейчас? Модно ли это будет этой весной? Или все-таки лучше просто ленточкой перевязать и все? Можно и ленточкой перевязать, но вообще сейчас очень популярна корейская упаковка. Она воздушная, такая тоже получается, это разная пленочка, она с рисунком есть, поэтому... Ой, сейчас, ага, все вот так, то есть мы ее выставляем, и это получается... Ну, давайте уже запакуем наш букетик. Давайте попробуем сделать, сейчас он еще не перевязан, но тем не менее, получится воздушная, то есть мы упаковкой можем придать объем. Упаковка прям под цвет маяков. Да, ну цвет мы сами смотрим, ой, насколько извиняюсь. Я просто не перевязала букетик, поэтому... Ну и получается, такой букет у нас будет поценить, сколько примерно выходить? От и до? От и до. Мы можем собрать букет и на 500, и на 300 рублей, и он может стоить до бесконечности, поэтому тут все зависит вот именно от пожелания, от кошелька. Ну... Здесь разъехался, потому что я его не перевязала. Ну, ничего страшного, мне кажется, такой букетик, он уже выглядит великолепно, даже не перевязан. Ну и, конечно, ленточка добавит своего шарма. Если позволите, я бы даже хотел поддержать такую красоту, друзья. Лучше всяких кубков и золотых медалей, я бы даже так сказал, вот этот букет. Мне кажется, ваша вторая половинка будет просто воодушевлена и рада такому подарку. В общем, мужички, выбирайте оригинальные букеты, поздравляйте оригинально своих дам. Светлана, вам огромное спасибо за такие подсказки нам, мужчинам, на ближайшее 8 марта. Студия, я передаю вам слово, ну и, конечно, не могу не спросить. Анечка, хочешь такой букетик? Если да, то я дарю его тебе. Продолжение следует...